Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и ее ведущий Отец Назари. Дети — это центр Вселенной для своих родителей. Это весь их смысл жизни. Допустимы ли такие рассуждения для православных родителей? Или наоборот, правильно ли это, когда молодые супруги, христиане говорят о том, что они не готовы еще стать родителями и пока не желают воспитывать детей? На эту тему мы сегодня поговорим с нашим гостем, настоятелем храма в честь Воскресения Христова, села Воскресенка, отцом Максимом Портновым. Максим, здравствуйте! Здравствуйте, отче! Здравствуйте, дорогие зрители! Отец Максим, насколько вообще правильное такое отношение к детям, что вот это весь мой смысл жизни, всю свою жизнь я вот полагаю на алтарь того, чтобы, значит, мои дети выросли достойными людьми. Все, что у меня есть, я отдаю им и живу только ради них. Насколько вообще правильно так рассуждать для православной семьи? Категорически неправильно. Почему? Потому что нету понимания, что такое жизнь. Я очень часто задаю этот вопрос, вот я как-то уже говорил в передаче, что у меня есть несколько вопросов любимых, которые я всегда задаю перед Таинством Крещения. Вот один из моих любимейших вопросов, и, кстати, именно он в свое время меня из атеиста сделал православным христианином, это вопрос, а в чем же смысл жизни? И я достаточно рано начал рассуждать о том, что дети не могут быть смыслом жизни, потому что сегодня он есть, этот ребенок, завтра у тебя его нету, либо у тебя их вообще нету, и что ж, тогда и смысла жизни, получается, нету. И когда мне говорят о том, что смысл жизни – это вот ребенок, это сделать все для него и пошло-поехало, это цели и задачи, которые человек ставит себе, они, да, необходимы, сейчас у тебя есть ребенок, его надо накормить, напоить, завтра в школу его отвезти и так далее. И это все правильно, но это только цели и задачи, но это никак не смысл жизни. И когда у меня начинают, мне говорят батюшка, ну а тогда в чем же смысл жизни? Я предлагаю разобрать его с нашими зрителями. Сам вопрос, вот слово смысл жизни, мы правильно понимаем вообще сам вопрос? Вот слово смысл – это скорее суть, то есть глобальное понимание, глубинное такое понимание, то, о чем мы сейчас говорим. А теперь слово жизнь. С какого момента начинается жизнь человека? Мы с тобой обсуждали, да, в предыдущей передаче это, что момент зачатия, зарождение, вот эта маленькая точка – это и есть начало человеческой жизни. Все, точка появилась. Дальше что? А вот дальше получается вопрос, когда жизнь заканчивается. Если жизнь заканчивается моментом смерти, то жизнь бессмысленна. Потому что что бы ты ни делал, как бы ты ни стремился, какие бы ты дворцы ни построил или еще что-нибудь, «Твоя жизнь конечна, значит и жизнь твоих детей конечна, значит все конечна, смысла жизни нет. Аминь». Нелогично. Жизнь должна продолжаться и дальше. Сейчас не буду глубоко на эту тему говорить, но в итоге, когда мои подопечные, которые от меня мучаются этим вопросом, вот, в конец устают и говорят, «Батюшка, ну все-таки, ну давай уже, ответь сам на этот вопрос, потому что мы, все, мы исчерпали все варианты, мы не понимаем, но мы согласны, что что-то тут не так». Значит, и тогда я им даю следующий ответ – смысл жизни в любви. А разве может быть что-то больше любви? Конечно, любовь есть смысл жизни. И мы приходим в этот мир научиться любить. Но где мы научимся любить? В первую очередь, конечно, ты учишься любить своих собственных родителей. Именно поэтому в заповеди «Почитая отца и мать» есть две награды – «И будешь благ и долголетен на земле». В других заповедях награды нет. Потому что это и есть заповедь любви. Потом ты учишься любить своих братьев и сестер, потом ты учишься любить супругу, а потом у тебя появляется ребенок. И ты никогда не поймешь, что такое любовь, пока у тебя не появится ребенок. Более того, я вам признаюсь, что уже будучи священником, когда у меня первая дочка родилась, с этого момента я стал лучше понимать Евангелие. Потому что там говорится про Бога Отца, который из любви к своему творению человеку отдает собственного сына на распятие. И пока ты просто читаешь этот текст, да, ты все понимаешь, ты веришь в это все, ты исповедуешь это все как символ веры. Но когда у тебя собственный ребенок появляется, вот тогда ты понимаешь, что он на самом деле сделал и как ему далось это решение. Поэтому дети не являются смыслом жизни. Они являются частью этой жизни, да. Они являются прекрасной и порой лучшей частью этой жизни. Сто процентов, да. Но когда мы начинаем относиться к детям с позиции собственности, мой ребенок, завести ребенка. Простите, это же не кошечка, не собачка, чтобы ее завести. Сегодня завел, а завтра не завел. Так что ли получается? Или, например, когда начинают, используя современные технологии, подходить к этому вопросу, а мне не нужна дочка, мне вот, пожалуйста, сыночка. И то, что там вот 10 дочек, вы, пожалуйста, их вот, что с ними сделать? Непонятно. Но вот оставьте мне только сыночка. А дальше еще больше технологий развиваются. И это вопрос, уже вот есть замечательный документ, мы с тобой очень раз о нем говорили, «Социальная концепция Русской Православной Церкви». В 2000 году она еще была выпущена. Вот, мои дорогие зрители, вот не поленитесь, почитайте. Это очень интересный документ, и там есть раздел «Биоэтика» называется. Это вот та область, которая находится на грани, на стыке между медициной, или там психологией, и некими духовными аспектами. И вот эта грань, она очень тонкая. И сегодня наука подошла к тому, что она может заступить за эту грань. И это очень опасно. Потому что то, что мы получим в итоге, это настолько непонятно, не исследовано, что это вопрос очень неоткрытый. Стоит ли туда вообще лезть? Поэтому все-таки человек бесспорно важен. Ребенок важной составляющей является семьи конкретного родителя. Но это не смысл жизни, это не твоя вещь, это не твоя собственность. Я когда давно уже об этом говорил, что ребенок вообще не принадлежит тебе. Дети же иногда появляются вопреки желаниям родителей. Ты не хочешь, а он появляется. Иногда хотят, и не появляются. Поэтому Бог дает этого ребенка. А вот для чего он тебе дан? Почему он дан с такими параметрами, с такими особенностями? Ты иногда не знаешь, ты об этом узнаешь спустя много-много десятилетий, что Бог послал именно такого, который был нужен, ну, может, даже целому там поколению людей. И только этот ребенок был в состоянии решить какую-то, может быть, глобальную задачу. А может быть, он был маленьким винтиком. Но без этого маленького винтика ничего бы дальше не двигалось. Это тайна. И здесь мы должны всецело довериться промыслу Божьему. Здесь, Максим, вот вы упомянули по поводу отношения к детям как к собственности. Почему нельзя к детям относиться как к собственности? Ну, как? Ну, не то, что как-то. Понятное дело, что это не вещь. Но все-таки это же мой ребенок. Это мое чадо. Я принимаю решения. То есть, и тут вот мы порой видим, что описывается некая, некая все-таки дистанция понимания того, что это не совсем все твое. Все-таки это в некой степени дар Божий тебе. Вот как вот это противоречие внутреннее примирить или разобрать? Ну, в том-то и дело, что Бог дает тебе как своему сотруднику. То есть, мы все, родители, являемся сотрудниками у Бога. И Он нам, каждому индивидуально, заметьте, ведь дети абсолютно разные. Вот у меня их четверо. Но они все разные. У каждого свои какие-то особенности, какие-то уникальные моменты, которые присущи только этой личности. У другой дочки совершенно все по-другому. Причем порой вот диаметрально противоположно. Почему Бог так судит? Мы не знаем. Поэтому мы говорим, Бог, Ты знаешь, тебе виднее кому, что, как и куда. И мы, как сотрудники, получаем от Бога задание. Нам даются эти дети, чтобы мы из них воспитали православного христианина. Чтобы мы сделали из него личность. И мы пред Богом потом, как родители, спросят с нас. Вот у нас есть в Евангелии значит, отрывок, притча о талантах. Где сказано, одному было пять дано талантов, там монет. Другому, значит, три, одному один только. И вот один пять из них еще пять сделал. И десять вернул. Ну и так далее. Вот то же самое и дети. Они нам даны, как вот эти вот золотые монеты, которые мы должны развить, приумножить. И тут есть еще один фактор. Я уже как-то об этом говорил, что родители глубоко эгоистичны. И нам дается ребенок, чтобы наш эгоизм, который абсолютно у каждого человека есть, в большем или в меньшей степени, чтобы вот этот наш эгоизм, он начал дробиться. То есть человек никогда не поймет, что такое жертвенная любовь, пока он не посидит ночь со своим ребенком, у которого температура, и ты каждые пять минут меряешь градусник, ставишь и молишься Господу, чтобы наконец-то снизилась температура. Жертвенность – это высшая форма любви. И человек должен ее испытать. Один ее испытывает, стоя за станком по 15 часов, а другой ее должен испытать, приходя после работы домой и продолжать работать, но уже по отношению к своей семье, к своим детям. Максим, мы поговорили о том, когда родители относятся с большой заботой к своим родителям, даже порой с чрезмерной заботой и любовью. А допустимо ли православным христианам, молодым людям, размышлять о том, что мы еще не готовы стать родителями? Мы вот вступили в брак, мы уже живем как муж и жена, но пока понимаем, что не готовы иметь детей и не хотим пока, чтобы в нашей семье рождались дети. Насколько это вообще логично и правильно? Потому что на самом деле, если вот так рассуждать, многие из нас были не готовы к тому, чтобы стать родителями именно в плане зрелости. Потому что вот даже, опять же, вспоминая свою семью, нашу первую дочь, я был абсолютно никудышным родителем. Да и сейчас в каких-то вопросах я считаю, что я не совсем добрый родитель, и мне еще очень многому стоит поучиться, есть чему учиться, и в том числе у своих детей. Но многие из нас действительно не готовы еще быть полноценными родителями, которые понимают, что такое жертвенность, которые готовы по ночам просыпаться на каждый плач ребенка и иметь терпение. Особенно это касается отцов, которые порой очень сильно переживают из-за плача детей по ночам. Да, может быть, не все, папы тоже разные бывают. Но в большинстве своих мужчинам очень тяжело вот такой момент переживать. Я в свое время это очень тяжело переживал. И когда вот молодые люди по каким-то причинам это понимают, что они не готовы, и насколько вообще правильно тогда в их положении рассуждать о том, что нет, пока детей у нас не будет. Вообще для православных христианин это нормально так рассуждать или нет? Нет, абсолютно ненормально. Потому что если человек называет себя православным христианином, то этот человек всецело посвящает свою жизнь Господу Богу. То есть он отдает, скажем так, бразды правления Богу. То есть ты не сам рулишь своей жизнью, а ты говоришь, Господи, вот, пожалуйста, приведи меня туда, куда нужно. Потому что куда не нужно, я как раз сам залезу. А вот куда нужно, я не знаю. Я не знаю, что мне полезно. Поэтому ты, Господи, тебе виднее, пожалуйста, сделай все сам. И мы не снимаем степень ответственности с себя, нет. Мы просто говорим, что ему сверху, скажем так, лучше видно и понятно, исходя из наших как раз индивидуальных особенностей. Кому полезно быть многодетной семьей, кому полезно родить только одного ребенка, а у кого вообще ни одного. Ну ты должен будешь стать родителем для двухста других, куда ты пойдешь в детский садик работать, например. То есть вариантов масса. И Бог дает тебе вот эти индивидуальные настройки, исходя именно из того, что ты должен как себя проявить в этой жизни. Поэтому в этом плане есть такой термин child free. То есть сознательный отказ от детей. Значит, он недопустим. Он недопустим, потому что это глубоко эгоистично, это абсолютно неправославно, и оно и в себе имеет ряд моментов. Ну вот, насколько я помню, психологи говорят о двух причинах. Первая причина — это глубоко психологическая. То есть это была какая-то травма детства, это может быть неправильный пример со стороны родителей. И вот там есть на уровне физическом отторжение ребенка. Тогда да, это уже вопрос психиатрии, это вот туда. И в этом нет ничего странного. Мы все люди, у нас есть свои параметры, плюс-минус хорошие и плохие. А вот другая составляющая, большая часть — это навязанное мнение. То есть нам извне говорят, «Да вы еще молодые, да вы еще не нагулялись, да вы еще знать ничего не знаете». Конечно, не знаете. Слушайте, у меня четверо детей, и 15 лет в браке. Вы думаете, я знаю, что такое воспитывать детей? Нет, конечно. Я 100% вам скажу, и через 15 лет я скажу то же самое. В этом-то вся и соль. Ты никогда не узнаешь себя, как родители, пока ты им не станешь. Я, наоборот, считал, что я буду суперродителем. Потому что я всю жизнь любил детей. Я рос, значит, в семье хоть и один, но у меня мама была воспитателем в детском садике. Я в этом детском садике дневал и ночевал. У меня куча вокруг меня было детей. Я везде был нянькой. Я думаю, ну все, вот, наконец-то, мой ребенок сейчас родится, сейчас я его сделаю, значит, хорошим, добрым и пушистым. Буквально через пару месяцев я стал ужасным отцом, который, вот, как ты очень говоришь, там и на крик неправильно реагирует, и, значит, там, вплоть до того, что и руку иногда, значит, начал поднимать, ну и там слегонца, но все равно же. И я понял вдруг в один момент, а что я делаю? Я пытаюсь свой комфорт, который нарушается в силу того, что есть ребенок, победить какими-то действиями в адрес ребенка. Мне стало стыдно, я плакал, осознав, насколько я ужасен в адрес своей еще ни в чем не понимающей крови. И я благодарен этому опыту. Я теперь понимаю те черные пятна и дно, на которое я могу опуститься. Поэтому через отрицательные порой какие-то вещи ты начинаешь двигаться вверх. И ты начинаешь смотреть на себя с другой стороны, с позиции, а как я, как родитель, себя здесь сейчас веду. Поверьте, ты как личность взращиваешься. Ты становишься лучше, мудрее, терпеливее. Ты начинаешь лучше супругу свою любить, если ты походишь по два часа, убаюкивая ребенка. Ваши отношения становятся на порядок выше, именно когда есть сложности и трудности. Тяготы друг друга носите. Вот о чем идет речь. Когда вы вместе идете в гору, помните замечательный у нас поэт Высоцкий? Вот у него песня есть, песня о друге. Как понять, друг он тебе враг или так? Парня в горы тяни. Вот так и здесь. Вы вместе идете рука об руку в эту гору. И у вас есть вот этот мешок. Ты никогда не поймешь, что такое идти с мешком, если ты его на плечи не возьмешь. Дети обязательно нужны для того, чтобы вот этот твой эгоизм, вот это твое я взять и начать дробить. И в этом плане, чем больше детей, тем лучше. Ну, отец Максим, здесь вот очень часто слышишь такое мнение по поводу того, что вот родился один ребенок, и это достаточно, потому что не нужно плодить нищету. Ведь если у нас будет больше детей, мы не сможем их обеспечить всем, чем хотим, мы не сможем дать им должного образования. Так как папа работает, мама работает, мы не сможем уделить должного внимания. Да и вообще финансовое положение в семье не очень. Да и опять же, такие люди смотрят на многодетные семьи и начинают говорить, что вот зачем они нищету плодят, у них ничего нет, дети там ходят как оборванцы. Нет, у нас вот один ребенок, или мы пока еще финансово недостаточно встали на ноги, у нас нет своего дома, чтобы в котором бы просторный, хороший дом, в котором бы жил ребенок. Вот как реагировать христианину на такие выпады в сторону рождения детей, порой в том числе со стороны близких людей? Ну да, я как раз отец четверых это на себе лично знаю, как это бывает со стороны иногда и близких, или когда ты в маршрутке всем своим табором заходишь. Но с другой стороны, я вижу, как на меня люди смотрят иногда с нескрываемой завистью. Я как в Малине живу, у меня даже там ВКонтакте, квадропапа. Я квадропапа, значит, и я искренне этому рад. Это очень правильный вопрос, ведь что такое один ребенок в семье? Я знаю по себе, я один ребенок в семье. Это стопроцентный эгоист. Это центр, вокруг которого все бегают, крутятся, прыгают, пылинки сдувают. И я до сих пор на себе ощущаю последствия вот этого эгоизма. Например, у меня супруга, значит, там на Масленицу целую стопу брюнов приготовила. Я счастливый, сижу, значит, там, листаю ленту там ВКонтакте или еще где-нибудь. Один блин, второй блин. Вот, жена приходит, ты детям-то оставил? Ну да, оставил три блинчика. Я эгоист. Несмотря на то, что у меня многодетная семья, до сих пор остался этим эгоистом. И это проблема. А вот у моих детей нет. Ну что такое два ребенка? На самом деле двух недостаточно. Знаете почему? А потому что два ребенка – это конкуренция. Это постоянные терки. Вот у меня между первой и второй перерывчик небольшой. И получается, мы одной там покупаем, одну куклу, а другой – другую куклу. Сегодня они договорились, у тебя там красная, у меня зеленая, например. Все нормально. Завтра они забыли, у кого какая, значит. И вот они друг другу, значит, там устраивают какие-то козни. То есть два ребенка – это всегда терки. Это всегда вот эти вот моменты соприкосновения. Мое, твое. А еще если это однополые дети, это вообще трендец полный. Значит, три ребенка – это банда. Это банда, которая что-то мутит. Их много. Почему сообразить-то на троих, да, у нас есть? Да потому что они начинают тот эгоизм, который в них есть, как раз дробить. Ну, например, двое хотят играть там в дочке-матери. А одна говорит, а я хочу в прятки. В прятки одному играть как? Никак. В дочке-матери вдвоем можно. И получается, либо двое подстраиваются под одного, либо один подстраивается под двух. И получается, их всегда много. Они всегда друг под друга, им приходится подстраиваться. Если там младшая спит, старшие меньше, значит, там, орут, бегают и так далее. Происходит воспитание уже с самого детства, самых пеленок. А плюс ко всему, есть такая интересная формула, что любовь умножается делением. Чем больше любовь дробится на тех членов семьи, и тем ее больше. Я всех своих детей люблю. Больше стало любви, однозначно. Сто процентов. Ну, и в конце концов, я, конечно, немножко это может странно прозвучить, я не верю в пенсию. Поэтому у меня их четверо. Все-таки мы воспитываем детей так, чтобы они могли радость будущим родителям принести. Все-таки, слава богу, в нашей традиции еще есть понимание, что дети помогают родителям уже на определенном этапе своей жизни. Они вечно до самой старости, да, родители помогают своим детям. В свое время и меня тоже так воспитывали, и мои родители говорили, что вот ты вырастешь, будешь заботиться, помогать. Но, к сожалению, я тоже вырос эгоистом. Потому что я тоже был один в семье, поэтому отец Максим вас прекрасно понимает. Я сам очень часто об этом говорю. И, к сожалению, замечаю вот по себе. Поэтому это действительно проблема. Ну вот и вы еще там спросили очень по поводу того, что вот у нас не хватит денег, мы не сможем что-то дать. Да как раз лучшее, что вы можете дать своему сыну, это брату и сестру. Потому что все эти гаджеты, я не знаю, там, забитый холодильник и так далее, не воспитает его тем человеком с большой буквы, которым он должен стать. Вы будете с него пылинки сдувать, а какая личность-то в итоге получится? Нет, это ошибочно. Лучшее, что вы можете сделать для своего ребенка, это дать ему тех, кто его всегда поддержит. Тот, кто его будет любить уже с детства, заступаться, помогать. Вот у меня дети, они сейчас друг другу начинают помогать. И это лучшее, что в их жизни произошло. Они раскрываются как личности, именно когда у них есть братья и сестры. Даже, может быть, там разница в возрасте очень большая. У каждой семьи в этом плане индивидуально. Но они раскрываются уникальными личностями, именно потому что есть вот эти вот братья и сестры. Иногда, конечно, это и бывают отрицательные моменты, но это уже свободный выбор. Опять, мы никогда не знаем, кем станут наши дети, пока их не появится. Мы никогда не поймем, как наши дети будут воспитаны, пока у них не появится других, значит, детей или там братьев и сестер. Это неисследанное, это неизвестное. Поэтому мы называем себя верующими людьми. Мы доверяем Богу все, в том числе и количеству детей. Поэтому если есть возможность сказать, Господи, вот сколько можно, сколько мне полезно, сколько мне нужно, вот столько мне и дай. Если мне не нужно такое количество, да и не даст он тебе. Зачем тебе это нужно? Если нужно, он тебе и десять даст. И даст на детей. Вот есть такое выражение, если Бог дает детей, Бог дает и на детей. И это стопроцентный факт. Поэтому я не верю в то, что сегодня есть настолько бедные семьи, которым вот совсем нечего ни есть, ни пить. Я таким семьям помогаю. И православная церковь таким семьям помогает. И государство таким семьям помогает. То, что они иногда сами себе не хотят помочь, это факт. Сто процентный. Я лично такие семьи знаю. Но говорить о том, что сегодня вообще можно голодной смертью умереть, почти невозможно. Не верю. Спасибо, отец Максим, за хорошую беседу. Многие какие-то вещи я даже сам для себя почерпнул. И будем надеяться, что у наших телезрителей будут добрые семьи с послушными детьми. И действительно, смыслом нашей жизни будет подлинная любовь друг к другу и к Богу, которая будет вести нас ко спасению. Напоминаю, дорогие друзья, что свои вопросы вы можете оставлять в нашем сообществе ВКонтакте «Самара Гиз» в разделе обсуждений, передача «Просто о вере». Увидимся с вами в следующий понедельник. Ангел всем хранителя, с Богом! Редактор субтитров А.Семкин